Уважаемые студенты третьего и четвертого курсов, мы продолжаем изучение дисциплины «Академическое письмо». На прошлой лекции мы с вами говорили о выборе темы исследования, о структуре введения к научной работе, включая дипломные проекты. А сегодня у нас следующая тема – это обзор научной литературы по теме «Принципы его создания». Цель нашей сегодняшней лекции – рассмотреть принципы построения обзора научной литературы по теме исследования, а также проанализировать основные принципы библиографического описания. Сегодня в плане нашей лекции два вопроса. Первый – обзор научной литературы по теме исследования, как он создается, по каким принципам, какова его структура. И второй вопрос – принципы библиографического описания. Оба вопроса очень важны в практическом плане при написании любой научной работы. Начнем с вопроса обзора научной литературы по теме исследования. К исследовательской статье или дипломному проекту обязательно прилагается библиографический список, нумерованный или алфавитный, в зависимости от системы ссылок, которую использует конкретный научный журнал или сборник, или который рекомендован тем или иным высшим учебным заведением. Здесь должны быть перечислены все ресурсы, на которые автор ссылается в тексте статьи или этой работы, допустим, дипломного проекта. Итак, что же такое библиографический обзор? Это часть исследования, в которой автор ознакомит читателей с контекстом своего исследования и или его теоретической основой. Важно, чтобы в обзоре была рассмотрена соответствующая теме исследования литература и обоснован выбор именно этой литературы. Обзор научной литературы может включаться во введение или выделяться как самостоятельная глава. Как правило, если обзор становится частью введения, то он не превышает 3000 знаков и описывает лишь ключевые работы, являющиеся теоретической рамкой исследования. Если это самостоятельная глава, то чаще всего это значит, что написана крупная научная работа, наподобие монографии. Даже в дипломном проекте, как правило, обзор научной литературы включается во введение. Но единственное, он, конечно, занимает там в этом введении, наверное, большую часть этого самого введения. Ну, где-то примерно, наверное, две трети введения, собственно говоря. Необходимо соблюдать несколько важных правил, необходимых, чтобы написать качественный обзор научной литературы. И первое правило, найдите важную фундаментальную работу, такую, знаете, основополагающую работу по вашей теме. Именно она может стать теоретической основой вашего исследования. Вот здесь у нас в углу слайда знаменитая фраза Know the rules, то есть, знай правила, да? Ну, часто еще используют фразу Follow the rules, то есть, следуй правилам. То есть, всегда нужно обязательно следовать правилам написания, допустим, обзор научной литературы, правилам написания введения. Это очень и очень важно. Второе правило, используйте только релевантную литературу. То есть, эта литература должна быть качественной, она должна быть научной, она должна быть объективной. То есть, в вашем обзоре не должны появляться сомнительные источники сайтов типа 5 баллов.ру, там, реферат.ру и прочее. Но, собственно говоря, тогда обзор сразу резко теряет в качестве, и это вообще в серьезной научной работе недопустимо. Всегда проверяйте, есть ли в источнике, в который вы хотите включить в свое исследование. Первый пункт. Аффилиация автора. Что такое аффилиация, если вам не знаком этот термин? Это, значит, принадлежность автора к тому или иному вузу, то есть, университету, институту или какой-то научной организации. То есть, автор, если он ученый, то он, соответственно, должен быть в каком-то научном подразделении, да, то есть, он должен быть в составе какой-то кафедры, какого-то факультета, института, в составе лаборатории или, допустим, научным сотрудником ведущим, там, или так далее, так сказать, в том или ином научно-человеческом учреждении. И так обязательно в источнике должна быть аффилиация автора. То есть, кто этот автор, из какого он научного заведения. Также в источнике обязательно должны быть ссылки. То есть, он, естественно, тоже должен опираться на какие-то предшествующие работы. И обязательно должна быть библиография. То есть, вот этот самый библиографический обзор, о котором мы говорим. Для поиска источников желательно использовать официальные сайты, сервисы, наподобие Google Академии и другие. Ну и, если вы студент, не забывайте советоваться со своим научным консультантом. Убедитесь, что работы, которые вы хотите рассмотреть в обзоре, подходят к теме вашего исследования. Это третье важное правило составления обзора научной литературы. Не стоит включать то, что очень слабо связано с вашим исследованием. Только ради того, чтобы набрать больший объем, или потому, что вы хорошо знакомы с этими работами. Когда вы описываете какую-то работу, обязательно объясните, почему именно она необходима для вашего исследования. То есть, составляя научный обзор, обзор научной литературы, библиографический обзор, вы обязаны указывать, чем та или иная книга, которую вы выбрали, важна, ценна, интересна именно для вашего исследования. То есть, не в целом важна, интересна и так далее, а именно для вашего исследования. То есть, может быть, именно в этой работе для вашего исследования содержатся какие-то важные факты, может быть, содержатся интересный иллюстративный материал, и это нужно объяснять. То есть, ваш выбор литературы нужно объяснить, почему вы такие-то работы включили, а не, допустим, какие-то иные. Четвертое важное правило. Обзор научной литературы по теме исследования – это не реферант. Не надо полностью переписывать своими словами фрагменты текстов, которые вы включаете в обзор. Выделите основные тезисы и опишите, но подробно только их. Пятое важное правило. Следите за логикой текста. Идеально, если каждая работа, использованная в вашем обзоре, как-то связана с той, которую вы описали до нее. Можно также объединить описываемые источники литературы в группы по содержанию, времени написания, позиции авторов и так далее. Кстати, действительно, это очень важно. Действительно, источники нужно и можно классифицировать. Они могут быть классифицированы по стране происхождения. То есть, источники могут быть, допустим, отечественные и зарубежные. Они могут быть написаны в разное время. То есть, они могут быть написаны современниками каких-то событий или тем, кто является потомком, естественно, для тех, кто участвовал в каких-либо событиях. Позиция авторов может быть про или контра. То есть, она может быть за и против. Именно по такому принципу составляется идеальный, я бы сказал, библиографический обзор. Шестое правило. Всегда ссылайтесь на источники, из которых вы берете информацию. Если вы приводите конкретную цитату, не забывайте указать номер страницы. То есть, эти правила мы повторяем неоднократно. Все это, так сказать, все та же мысль о том, что в вашей работе не должно быть плагиата, не должно быть краденых мыслей и идей. Обзор научной литературы может быть составлен несколькими способами. Это может быть в том числе сравнение точек зрения нескольких авторов на проблему, которой посвящено исследованию. Детальный разбор основополагающего для вашего исследования труда с перечислением еще нескольких менее важных публикаций по теме. Или рассмотрение наиболее современных публикаций по теме. Сейчас это особенно ценится. Очень важно, чтобы были работы изданы в последние 3 года, 5 лет, допустим. Потому что точки зрения устаревают. Факты тоже какие-то меняются более новыми фактами. Интерпретации фактов могут меняться. Поэтому, безусловно, нужны и классические, скажем так, известные работы, и нужны современные публикации по той или иной теме. Ну и вот если еще раз сказать, так сказать, что сравнение точек зрения нескольких авторов на проблему. Вот во время комментирования предыдущего слайда я сказал, что могут быть взгляды про и контра, допустим. То есть, как правило, авторы субъективны. То есть, одним автором нравится, допустим, тот или иной исторический деятель, о котором они пишут, другим не нравится. То есть, могут быть, соответственно, галисты и, допустим, антигалисты, гуверисты и антигуверисты и так далее. И, безусловно, у них совершенно разные точки зрения на одну и ту же проблему, на одну и ту же личность, на одно и то же явление. И все это нужно учитывать комплексно. И мы подходим к вопросу принципов библиографического описания. Библиографическое описание оформляется в соответствии с Национальным стандартом Республики Казахстан или тем из международных стандартов, которого придерживается журнал или сборник. А в случае с дипломным проектом, методическая комиссия того или иного вуза. Библиографическое описание ресурсов при статейном списке отличается больше полнотой, чем в библиографических ссылках. Например, в описании монографии нужно не забыть указать общее количество страниц в описании статьи названия сборника или периодического издания, год, номер, том или выпуск, если таковы существуют номера страниц, которые охватывают эту статью. В описании интернет-ресурса недостаточно привести только его унифицированный указатель URL. Это английское словосочетание Uniform Resource Locator. Раньше вместо URL писали режим доступа, то есть режим доступа, а дальше ссылку, и соответственно она могла превратиться в гиперссылку, то есть по ней можно было перейти к источнику. Так вот, сейчас вместо режима доступа пишут URL, и у каждого достоверного источника, за исключением социальных документов, есть автор и название. Необходимо также указать название и вид сайта, официальный, информационный, научно-электронная библиотека, библиотека диссертаций и так далее. Если вы использовали статью из электронной версии журнала, кроме сетевого адреса, который может со временем измениться, приводится цифровый идентификатор DOI. По-английски это Digital Object Identifier, то есть это идентификатор цифрового объекта данной статьи, который позволяет однозначно идентифицировать объект в базах данных. То есть, если выходит книжка в бумажном варианте, сборник материалов, допустим, статей, или сборник тезисов какой-то конференции, то там есть ISBN, соответствующий идентификатор. А если сборник книжка выходит в электронном формате, то каждой статье присваивается DOI, вот этот Digital Object Identifier. В конце описания нужно указать дату вашего обращения к интернет-ресурсу, поскольку к тому моменту, когда к нему обратится читатель, электронный адрес сайта может измениться или он вовсе будет удален. Поэтому после электронного ресурса и вот этого URL и дальше ссылки в скобочках нужно написать дату обращения и такое-то число, когда вы заходили последний раз на этот сайт. Особое внимание следует обратить на оформление библиографических описаний, неопубликованных источников, мультимедийных электронных изданий, видео- и аудиоизданий, карт изображений модели. Здесь могут быть свои особенности, вот то есть тогда, в общем-то, следует прибегать к специальным фразам. То есть, если, допустим, мне приходилось использовать неопубликованную рукопись, которая лежала там в архивах, допустим, да, то я писал Unpublished Manuscript, допустим, в такой-то библиотеке или в таком-то архиве. Стандарты библиографического описания составлены так, чтобы обеспечить читателю возможность самому обратиться к любому из заинтересовавшему ему его источнику из списка. Именно поэтому не стоит указывать примерные страницы, если вы не записали точно непосредственно при чтении материала и теперь ленитесь снова идти в библиотеку. Не стоит ради увеличения списка использованной литературы ссылаться на труд, если вы его не читали, хотя и представляете примерно, о чем мне может идти речь. Не стоит искажать информацию источника, чтобы она лучше вписывалась в ваш текст или свидетельство в пользу вашей точки зрения. И мы переходим к вопросам для закрепления. Первый. Для чего, по-вашему, необходим обзор научной литературы по теме исследования? Насколько подробным должен быть обзор научной литературы? Назовите типы обзоров и способы структурирования материала в библиографическом описании. Каковы основные трудности в составлении библиографического описания? И, наконец, последний, пятый вопрос. Охарактеризуйте принципы библиографического описания. И вот вам список рекомендуемой литературы. Можете сделать скриншот и потом внимательно посмотреть.